Мы против принудительной вакцинации! Активистов незарегистрированной партии Ель-Трега, которые скандировали «нет принудительной вакцинации» и правительство в отставку, задержала полиция. Руководитель объединения утверждает, что уведомление на проведение митинга было направлено в Акимат, но местные власти не ответили. Руководитель объединения утверждает, что уведомленно вакцинация не может быть вакцинацией. Выступление против вакцинации прошли в Ак-Тубе и Шымкенте. Десятки человек пришли к зданиям Акиматов, требуя не допустить принудительную вакцинацию детей. Чиновники заверили, что прививать будут согласия родителей, и то лишь после доставки в Казахстан одобрены Всемирные организации здравоохранения вакцины. Мен балдарында өзім, деге басым, жібермеймін сабаққа. Маған денсаулы керек, білімі керек жоқ. Аны еңбектен қарашымыз босады, степ ақша табады. Меткептердің бәрін онлайн ғар көшісін. Балдарымызды жібермейміз. Меткеп білім ошағы. Бар, лапты салым басы меткептерді. Меткептердің басы меткептерді. Неужели баңдады меккепкебарғанда салмайдар салат? Почему идет разделение народа? Именно тару народа идет. Вот мы зеленые, мы лучше вас. Мы можем и туда, и сюда. А вы синие. Вы не вакцинировались, вы неизвестно, какие, значит, вам и зайти нельзя никуда, и купить нельзя. Даже в этот Акимат нельзя зайти без маски, без куар-кода. Это же дискриминация. Собравшиеся требовали встречи с Акимом. К ним вышли сотрудники Управления образования и здравоохранения. По словам чиновников, указов и распоряжений о вакцинации детей не поступало. Четвертый квартал этого года планируется, но это только планы. И если даже будем приевать детей, это будет согласие родителей. В Казахстане не начинали вакцинировать несовершеннолетних. В России стартовали клинические испытания препарата «Спутник Ви» на подростках от 12 до 17 лет. Медицинские власти Европейского союза и США разрешили прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer. Сейчас фармацевтическая компания Pfizer работает над тем, чтобы расширить применение препарата для детей от 2 до 11 лет.